Какие же эти схожества между Павлом и Петром? Они оба исполняли чудеса, они оба видели видения, если мы посмотрим в Деяние 2 главу, 17 стих, там написано, что и будут пророчествовать сыны Ваши, и дочери Ваши, и юноши Ваши будут видеть видения. Мы можем предположить, что они были молодыми людьми в это время, но у меня есть личная такая проблема с этим текстом, потому что у меня до сих пор я вижу видения, и я имею сновидения. Поэтому я молод или стар? Я не знаю. Они оба страдали от своей веры. Они оба делали длинные проповеди. Меня обвиняли в том, что я делал так же. Они оба были исполнены Духом. Они оба проповедовали со смелостью. Они оба проповедовали и евреям, и не евреям. Хотя Петр, он преимущественно проповедовал евреям, а Павел не евреям. Они оба были в темнице. И чудесным образом освободились. Они оба исцеляли больных. Они оба исцеляли врожденных хромых. Они оба изгоняли демонов и злых духов. Они оба имели экстраординарное понимание исцеления. Переживание исцеления. Петр исцелял свои тени. А Павел своим платком. Они оба поднимали и воскрешали мертвых. Они оба обвиняли судей и лжеучителей. Они оба отклонялись от личного поклонения им. И они оба умерли в Риме. У меня здесь есть к вам вопрос. На самом деле, это и вопрос ко мне. Как много из этих вещей я исполнил? Как много из вас исполнил это? Ожидаем ли мы, что Бог действовал через нас таким же образом, как у них в нашей жизни? Ожидаем ли мы, что Бог использовал нас таким образом? Что мы хотим от нашей жизни? Вы хотите жить сильной, могущественной жизнью? Вы хотите исполнять чудеса? Видеть видения? Переживать страдания за свою веру? Проповедовать длинными проповедями? Быть исполненным Духом? Мы должны желать иметь все это. Причина, по которой церковь, община наросла в первом веке, это было по причине этих вещей. Бог очень сильно использовал мужчин и женщин. Если вы читаете через всю книгу Деянию, и увидите, что сделал Бог, я уверен, что это сделает нас достаточно ревностным, чтобы желать таких вещей. Что я хочу вам передать, не только знание, не только понимание, я хочу, чтобы вы были в огне перед Богом. Я хочу, чтобы вы начали это практиковать, чтобы Бог вас вел, чтобы Он делал вас сильным. И чтобы вы помнили, что вы не можете исполнять все это своей силой, своим разумом, своими возможностями. Павел и Петр, они не могли исполнить эти вещи без присутствия Духа Святого. И как сказано в Деянии 1.8, что Дух Святой на вас сойдет, и вы примените силу, и будете Мне свидетелями. Вопрос к нам, приняли ли мы Дух? Он задает этот вопрос, потому что, если бы они приняли Дух, то они приняли силу. Это естественная последовательность, после того, как человеки с полным Духом. и когда у него после этого появляется возможность служить для Царства. Что вы хотите? Что вы хотите? Вы хотите быть исполнены Духом? Хотите ли вы быть исполнены силами и Духом? Ождайте же, что Бог будет действовать через вас. Я не хочу видеть людей, которые просто сидят на стулах. Я хочу видеть людей, которые вдохновляются и снаряжаются Духом, и двигаются в Нем. И когда вы пойдете домой вечером, молитесь. Спрашивайте Господа, чтобы Он высвободил вам эти вещи. Когда вы будете видеть через веру и доверие Божью работу в вашей жизни, чтобы исполнять эти вещи, чудеса, видения, веру, чтобы иметь способность говорить в силе, со смелостью, чтобы высвобождаться из той темницы, в которой вы находитесь. Темница, в которую мир хочет вас поместить. Даже иногда некоторые верующие. И те вещи, которые также были в ранней церкви. Они в них нуждались. Но мы намного лучше сейчас. А мы больше в них не нуждаемся. Пожалуйста, не думайте так. Время, в которое мы сейчас входим, мы нуждаемся в этом все больше и больше. Я очень сильно удивлен. Я очень радостно удивлен тем, что у меня есть сейчас возможность служить в новой церкви в Финляндии. И это нет ничего, чем я бы больше приносила мне радость. видеть новых и жаждущих верующих, у которых нет никакой традиции. Которые просто верят в Слово. И когда я вижу, когда люди освобождаются, спасаются. И когда они приходят в глубокие взаимоотношения с Богом. И это происходит. Это начинается. Да, нам есть очень длинный путь, который нужно пройти. Но я хочу видеть деяния апостолов сегодня. Я хочу, чтобы то, что происходило тогда, сегодня происходило. Я хочу, чтобы вы, как верующие в Иешуа, сегодня понимали, что это реальность на сегодняшний день. Зажгитесь для Господа. Я вообще-то ожидал от вас «Аллилуйя» или «Аминь». Может быть, я одекачаю вас? Я надеюсь, что нет. Потому что я верю, что мы живем в то время, когда Бог ожидает, что мы делаем огромную работу. которую мы ожидали в эпизоде длительного времени. Бог, двигайся. Вот этот анализ схожества между апостолами, он приводит к причине написания Луки, что оба мужчины оба мужчины были ценные и важные, как апостолы в церкви. Я убежден в том, что Бог может исполнить вас, чтобы вы видели эти вещи. Вы ценны в Божьем плане. Бог хочет использовать вас. Он хочет дать вам все необходимое для того, чтобы вас наполнить, чтобы вы исполнили ту цель, которую Он имеет для вас. И так как мы читаем все эти вещи, давайте будем читать с ожидающим сердцем, что Бог может использовать каждого из нас. Итак, первый путь, взгляд на рассмотрение книги Диани, он разделен на вот эти две секции. Первая — Петр, вторая — Павел. А этот взгляд об этом. Но есть другие подходы. Второй подход. Второй подход делить на три раздела, три секции. В Диане 1.8 мы читаем, что «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Некоторые видят структуру, что Лука будет следовать в развитии этой темы. Да, свидетельство о Мессии начинается в Иерусалиме. Это главы с первой по седьмой. Главы с восьмой по десятой приводят свидетелей Гали в Иудею и Самарию. И в конце концов, потом они распространяются в Европу и в сердце Римской империи. И таким образом Лука показывает, как слова Ишуа, они исполняются по окончанию книги Деяний. Тогда, когда Евангелие достигает Рим с Павлом, и даже в том случае, когда свидетель Мессии стоит перед императором, «Рим, но есть одна небольшая проблема. Рим – это не край земли». Вы помните, что есть одно слово, что мы смотрим в историю? Для них это было так. Но Ишуа по-другому. Ишуа знает по-другому. Он знает, что мир намного больше. И он хочет, чтобы мы продолжали. Начинайте с того, где вы находитесь. Это всегда первое правило. Расскажите, я вам раскрою здесь больше. Мы призваны, чтобы быть Его свидетелями. И, как я уже сказал, начните с того, где вы находитесь. Это не означает, что вам нужно передвигаться с того места, где вы находитесь. Когда я стал верующим, мне было 16 лет. Я обучался в вечернем университете, чтобы стать инженером. В течение дня мне необходимо было работать на заводе, потому что мне нужно было платить за свое обучение. Когда я стал верующим, я тогда был очень нервным. Очень стеснительным. То, что вы видите сейчас, это не то, что было тогда. Я попросил Господа. Я спросил, что я могу делать? Как мне свидетельствовать? И было две вещи, которые Бог сделал. Я хочу сказать кратко, не рассказывать много деталей. Я работал на заводе. Кто-то из вас работал когда-то на заводе? Я не уверен, что ваш завод, на котором вы работали, похож на тот, который я работал. Но он был украшен интересными фотографиями на стене. Многие из них были женщины. С очень небольшой одеждой. И атмосфера была очень грубая. Очень много грубых слов. Язык был не очень такой приятный. Представьте, 16 лет мне. Очень стеснительный парень. Работаю в этой атмосфере. Как мне свидетельствовать? Я спрашивал Бога. А Бог настолько милостивый. Он не попросил меня делать что-то слишком сложное, чтобы встать в середине цеха и провозглашать Евангелие. Он сказал, возьми свою Библию и просто читай ее во время своего перерыва. В то время не было никаких таких ресторанов или кафе, где во время перерыва можно было сесть и съесть свой сэндвич. И я сел возле своего столка и открыл Библию и ел свой сэндвич бутерброд. И в течение недели ничего не произошло. Ну, потом однажды, в один день. Это мастер. Он был большим мужчиной. Если вы видите, что я большой, вы представьте его. Он проходил там, где я сидел. Сначала он проходил мимо. Потом он вернулся. Он посмотрел на меня. Посмотрел то, что я читаю. Он сказал, что ты делаешь? Я читаю свою Библию. А я говорю, мяу-мяу-мяу, я не читаю свою Библию. Помните, такой большой мужчина. И ему заняло несколько минут, чтобы сказать еще раз. И потом в очень громком голосе. И потом в очень громком голосе. Эй, ребята! Эй, ребята! Он читает свою Библию! И все, естественно, смеялись. Он начальник. И вы не спорите с начальником. И я просто поменял, что они начали шутить. Они начали подшучивать надо мной. Но однажды, в один день, это произошло. Мастер подошел ко мне во время перерыва. Мои коленые они тряслись. И я думал, что же пройдет? А он говорит, я хочу поговорить с тобой. Я говорю, окей, хорошо. А он говорит, там, на улице. Вы, конечно, можете представить, все, о чем я подумал. Мы вышли на улицу. Он мне говорит, мне нужна твоя помощь. Тебе нужна моя помощь? Да. Он говорит, ты веришь, не так ли? Я говорю, да. Он говорит, я не очень хороший парень. Я натворил очень много плохого. И я плохо обращаюсь с женой. Со своей семьей. И теперь моя жена, она покинула меня. Но я люблю ее. И я хочу, чтобы она вернулась. А я говорю, что ты хочешь, чтобы я сделал? А он говорит, помолись обо мне. А я говорю, да, конечно, я могу это сделать. Мы встали на колени на улице. И я помолился. Очень просто. И я сказал, Господь, ты видишь эту ситуацию? И я верю, что ты можешь ее решить. Я хочу помолиться о том, чтобы ты привел его жену обратно. И чтобы ты показал ему, что ему нужно сделать. Аминь. Да, очень простая молитва. Несложная. Спустя неделю. Он приходит. На мое рабочее место. С такой огромной улыбкой. Он подходит ко мне. Да. Моя жена вернулась. И потом я начал ему говорить, что тебе нужно изменить. И я говорил, что только тот, кто может тебя изменить, это Бог. Пригласишь ли ты его войти в твою жизнь? Покаешься ли ты за то, что ты сделал плохо в своей жизни? И он посмотрел на меня. Да. И я сказал, я могу на тебя молиться сейчас? Да. Помните, где мы находимся. Мы в цеху. Все рабочие там. Мы становимся на колени. И он молится, чтобы принять Ишуа в свою жизнь. И он изменился. Но. Это не конец. Эти ребята увидели, что произошло. Они видели все. Они увидели его изменивше все. И постепенно каждый из них подходил ко мне и спрашивал, могу ли я за него помолиться. Мы закончили тем, что у нас каждый день было молитвенное собрание, 25 человек. Я рассказывал вам эту историю, чтобы прославить Господа. Потому что это то, что он сделал. Я сделал на самом деле очень простое. В обыкновении. То, что он спрашивал. В послушании то, что он спрашивал. Ничего более. Сделав то, что он просит. Я вам говорю о том, потому что все начинается с чего-то простого. Начинайте с того, где вы находите. Спрашивайте, что он хочет, чтобы вы сделали. И я вам обещаю, что это не будет трудно. И Бог будет использовать вас так, как вы будете ему послушны. И вы увидите, что что-то начнет происходить. Люди будут исцелены. Люди будут восстанавливаться взаимоотношения. Это то, что Бог может сделать. Аминь. Отец, мы благодарим за Твою благость и милость. Что Ты используешь нас каждого в Своем Царстве. Что Ты даешь нам силу. Даже так, как мы не можем это представить. Помоги нам услышать Твой голос. Чтобы быть послушным к Тебе. Чтобы двигаться вперед и делать то, что Ты хочешь. Чтобы мы могли написать новую книгу Деяну. Чтобы мы могли написать новую книгу Твоих действий в общине. И чтобы Твое имя было прославлено. Аминь. Следующее, о чем я хочу говорить, это... Третья возможность. Третий подход, который говорит о разделении на шесть глав. Шесть разделов. Первый подход – это два раздела. Второй – это три. А сейчас у нас шесть в третьем. Трехуровневая структура, она может подсылаться компеллинг. Компеллинг. To be quite forceful. In moving us into a certain direction. Она может направлять нас в движение в определенное направление. Да, находитесь там, где Вы находитесь и продолжайте. Как я уже сказал, я начинал там, на этом месте. А теперь я здесь, в Украине. Я перешел всю Европу. Я был даже в Азии. Я был в Америке. Бог может двигать Вас через открытые двери. Я видел настолько прекрасные вещи, которые Бог сделал. Но это все начинается с самого простого шага. Послушание Его Слову. Это хорошая структура. Но я также считаю, что есть лучшее. И это та третья, где есть шесть разделов. И как мы видим такой детальный взгляд Луки. Это понимание приходит от непосредственного замечания буквального подхода Луки. Он использует очень особые фразы в своем подходе. Давайте посмотрим на такие фразы. В Акте 6, 7. Взияние 6, 7. Слово Божие росло. И число учеников весьма умножалось. В Иерусалиме и священников очень многие покорились в вере. Деяния 6, 7. Это о росте. В Деянии 9, стих 31. Общины же по всей Иудеи, Галилея и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. В Деянии 12, 24. Слово же Божие росло и распространялось. В Деянии 16, 5. И общины утверждались верой, и ежедневно увеличивались числом. И последнее, Деяния 19, 20. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Есть 5 утверждений. О росте. Как и в Слове Божьем. И в Церкви. Это приводит нас к пониманию о окончании раздела. Лука говорит, что происходит. И потом он говорит, что по причине того, что произошло, община начала расти. И теперь мы приходим к тому, чтобы к пониманию, как община может расти. Во свете этих разделений Поднимается предположение, что Лука организовывает географическое разделение. И так как эти предположения, они разделяются на 6 разделов. 1 глава С 1 по 6 главы 7 стих Речь идет о евреях в Иерусалиме. С 6 главы 8 стиха по 9 главу 31 стих Идет о эллинах и самаритянах. Вы успеваете или мы идем слишком быстро? С 1 по 6 главу 8 стиха С 1 по 9 главу 31 стиха Вы все записали 2 раздел 6 глава 8 стих Не евреи и антиох Нет, это разделение глав по географическому С 12 главы 25 стих По 16.5 Это Средняя Азия Это Средняя Азия Потом 16.6 по 19.20 Речь идет о Европе А потом 19.21 по 28 главу 31 стих Речь идет только о Риме Еще раз 19.21 по 28.31 Речь идет о географических местоположениях И что происходит в них В этих святых местах И Лука описывает новую веру, которая растет через всю империю И это выглядит как смерть и воскрешение Иешуа Схожие на камень, брошенный в воду Вы знаете, что произойдет, если бросить камень в воду? И у вас появятся круги Лука показывает, как волны распространяются Но с каждым отдельным утверждением Он подтверждает, что распространение продолжается В конце концов, они достигают Рима Но также нам нужно понимать Есть такое избирательное описание достижения Достижения в одном направлении В северо-западе В северо-западе Окей The only mention of expansion to the south Is the conversion of the Ethiopian on his way home to Africa You okay with me? Ага Окей, let's go just backtrack a little So, the expansion that Luke gives the most attention to К тому направлению, к которому Лука больше отдает внимание Это то, которое двигается на север и на запад Также у нас есть идея, небольшая идея распространения в другом направлении И это на юг Потому что там покаялась Эфиопия на его пути домой И Лука, он избрал несколько вещей И мы предполагаем, что было намного более, чем то, что мы читаем История церкви говорит, что многие апостоли пошли в том направлении на восток Но так как Лука, он был избирателен в своей подаче И он говорил только о Петре и Павле И остальные апостолы, они не были достаточно сильно упомянуты Но также мы можем предположить, что они делали очень многие вещи Но так как Лука давал описание Павла и его суда Тогда мы имеем картину с этой взгляда Но как я уже сказал, что с историей церкви мы знаем, что апостолы двигались во всех направлениях И в Африку Мы здесь остановимся И поэтому мы будем продолжать А, будем продолжать Но если сейчас есть у кого-то вопрос, он может его задать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!